всем доброго утра у нас сегодня четверг дождливый день мокро пасмурно очень мокро прям вот так вот мокро я с утра решила не краситься сегодня пока похожу так немножечко пусть глазки отдохнут надо мне какой-то крем прикупить до лица мазаться как думаете напишите в комментах а кто разбирается в кремах чем свете мазаться то что свет в этом не разбирается от слова совсем вот может быть что-то с утра мазать может быть что-то на ночь короче жду советов я с утра завела готовку девчонки помогли мне посудку вымыть кроватки заправить молодцы а нет записать внизу на выписку я думаю без у меня как ты себя чувствуешь ага нормально а кто меня ночью кашлем будил а ну-ка быстро дышать так я тебя запишу она когда мне тебя записать на понедельник не пойдет что не успеешь ты не дышишь иди дыши на вторник давай ну что в среду меня нет пятницу меня нет мне и так там на пятницу на одну из пятниц будет запись в соцзащиту мне нужно будет быстренько соцзащите документы оформить и мотануть с мишей значит на двадцать девятый меня надо попросить что меня поставили на час тридцать чтобы я точно успела отменять лично занятия не хочу давайте дыши а я буду записывать на вторник не пойдешь дышать запишу на следующий понедельник у меня два подписчика до 1000 осталось на котика я прям жду не дождусь когда же 2 2 штучки добавится и путь тысяча надеюсь сегодня так овощи сварены яйца сварены даже лук наконец-то саша принес поехал черти куда за луком говорит зато дешевле я зато ты на бензин потратил а можно было просто реально 64 рубля за лук это не так дорого за 100 грамм а это за 30 сколько он сказал кстати интересно сколько здесь грамм давайте померяем мне интересно просто саша пошел в магнит и не купил мне лук сказал что 640 рублей за килограмм это обдираловка игру на лук то нам нужно нужен вот и он решил ехать далеко купил его дешевле сейчас посмотрим сколько здесь здесь вроде грамм 100 должно быть весы долго просыпается лиска не щелка и раздражает серьезно слышишь меня и заняться нечем ходишь щелкаешь на 142 сэкономил ну все равно я думаю что проще было бы и быстрее не ездить под дождем черти куда купить один раз пучок лука за 64 года до сейчас мне зрители напишут что вообще надо вырастить но он вырастет скоро свой а пока приходится покупать саш хотел с обычным луком оливье сделать но облом миша тоже есть оливье поэтому надо зеленым так сосиски обжарила партюшку почти обжарила салат я буду резать позже уже на сытый желудок это будет сейчас на обед дожарилась как обычно все ходили и стонали что супер голодные суп не хотят им нужно кушать срочно да лиза мама сделала кушать ко всем заглянула еда стоит что-то я сомневаюсь судя по его сегодняшнему настроению что он с тобой поиграет но ты можешь попробовать еда готова дочь ну просто играть не хочет вот и все саша чинит плиту у нас из четырех конфорок работали только три но один прекрасный момент вон та вот третья тоже навернулась уже недели две назад и знаете с двумя конфорками как-то неудобно надеюсь что сейчас получится быстро починить компьютер вчера починился волшебным образом волшебным потому что никто не знает что сделал саша и того что он починился то ли он сам очухался то ли это надо перезагрузить снова компьютер проверить загрузится он или нет но я пожалуй перезагружу его утром сейчас я смонтирую все что мне надо утром смонтирую то что успеем перед выездом а потом перезагружу и если он вдруг опять сломается тогда будет время на его починку в моем отсутствии а такси его сейчас перезагружу он сломается то я ничего не смонтирует неправильно нет у меня не мяукает ничего от вас мяукала лиза с папой играют в игру сейчас папа пойдет уже спать перед сменой ночная вот а я поставила влог на монтаж и мы с вами отправляемся что делать правильно нарезать оливье пока монтируется вот пока выгружается овощи где-то у меня еще яйца были наверх спрятала собираем все необходимое яйца лук огурцы ветчина хорошая ветчина по акции попалась так а там есть открытые огурцы сейчас открытые достану а закрытые пусть простоят катюшка открыла вот эти вот возьму готовенько смотрите следит за мной нет не делай вид что ты спишь я тебе не верю я знаю что ты следишь чтобы слопать колбасу да тебя там вот свой корм в мисках иди кушай плитки починились саша говорит что теперь работает даже та которая не работала проверим о реально оказывается можно было сделать чтобы работала сразу меня можно поздравить тысяча ровно ура ура у у кати между этим тысяча уже давно набралась у меня сейчас тысяча шестьдесят да а у меня только-только тысяча наконец-то теперь монетизация должна включиться проверяем подать заявку есть изучите правила свяжите сака с адсенсом это мы сейчас начнем опять правила предлагаю читать я знаю все правила все я все хочу как обычно все не слава богу начала подключать точнее начала подавать заявку на монетизацию и застопорилась на связи канала с существующим акцесс он мне просто выдает ошибку и все типа мы знаем что это ошибка попробуйте позже написала в поддержку жду надеюсь что они мне сегодня помогут а иначе у меня настроение испортится вот вроде дождалась и все равно не получается да что ж такое так между прочим уже 4 часа на улице выглянуло солнышко погода налаживается может быть завтра не будет дождя завтра мы едем в краснодар с мешутиком смотрите как ярко светит солнышко мне надо чтобы на выходных дождя не было обязательно потому что на выходных мы будем снова пузыри снимать поедем на поляну большущим дубам я хочу там поснимать пока там трава не выросла высокая а сейчас я привязана к компьютеру сижу и жду пока мне ответит служба поддержки через полчаса край через час надо ехать за мишей надеюсь что они решат проблему быстро потому что если я уеду и отвечать не буду то обсуждение прекратится что-то пишет спасибо за ожидание я проверил ваш канал сейчас вам нельзя монетизацию в общем включусь когда закончу общение все выяснила и новости не очень утешительные кроме того что русским зрителям не показывают рекламу русским блогерам нельзя подавать заявки на монетизацию вот так вот то есть просто отправить то есть то что есть уже оно подключено там денежка капает нового ничего подключить нельзя ладно пошла монтировать пузыри хотя нет у меня там монтируется влог ладно тогда пойду просто отдохну немножечко и поеду за мишкой поехала за мишутиком по тому пути где ямы то были большие ну думаю ямы знаю где объеду а их вообще их еще расширили прокопали ну чтоб заделывать видимо прокопали и дождь пошел хорошо конечно что они под дождем не заделывают ну я сейчас такую чехарду там поиграла но проехала сейчас уже пять часов договорилась с мамой заехать к ней на кофе endra начали получился вроде как должно было быть тысячи подписчиков монетизажин и небольшой выход из ситуации а нет свету спасут только мыльные пузыри поэтому мыльных пузырей теперь будет много я надеюсь что они вам нравятся ну что теперь у света вариантов нет нет я все равно буду продолжать снимать и блоговые каналы я буду продолжать вести тем более что он хоть что то приносит благодаря моим спонсорам Вот то, что есть монетизация, она от зарубежных осталась. Ничего нового нельзя. Пока что не перекрыли монетизацию от зарубежных на тех каналах, в которых она уже была. Поэтому мои великие 12 долларов в месяц, благодаря двум спонсорам, которые у меня остались, сохраняются. Хоть это работает. Это еще работает. Все нормально с этим. А новая монетизация... И, ну, Кошачьи я буду продолжать снимать. Когда-нибудь это закончится. Когда-нибудь все снова станет как прежде. А лучше, лучше. Я надеюсь, что это уже скоро закончится. Потому что, блин, ну вообще... Не нравится мне все, что происходит. И не в плане только то, что там, допустим, вот с Ютубом такая беда, да. А вообще, то, что нельзя называть, то, что происходит, мне не нравится. Все, я приехал за мишкой. Так, пойдем. Так, пойдем. Какая-то... Где там мишка? Я забрала, наконец-то, мишки на чашки. Надо за выходные купить ему новую. А то он в них скоро не влезет. О, похоже, за Федором уже мама идет. Поехали до бабушки. Ты пристегнулся? Так, задом на пешеходной-то нельзя выезжать, поэтому придется разворачиваться. Прям печалька. Так. Трын-трын-трын. Вот так вот. Зато развернуться сейчас быстренько сможем здесь. Вот здесь вот прямо, потому что никто здесь не стоит, никто не мешается. Все. Поехали, Миша, до бабушки. Еще сегодня надо будет овощи забрать. И будем дальше монтажить пузырики. Надо все смонтажить. Завтра некогда будет. А в субботу, воскресенье я уже буду новые снимать. Я хочу поснимать в Новороссийске. Все равно придется туда ехать с заказом. Объем двух зайцев. И я хочу поснимать на Дуговой поляне. Все это за эти выходные сделаю. Пузырики хороший антидепрессант. Когда настроение плохое, когда что-то не так, то мыльные пузыри поднимают настроение. Тоехали до бабушек. Хочу колеса посмотреть. Нет, все нормально с колесами. Что-то видит. Сегодня на фоне такой погоды. И кажется, что все не так, как надо. Пошли к бабе. Иди, открывай калиточку. Дождь наконец-то, наконец-то, окончательно прекратился. Это уже радует. Уже более приятно прогулки. Собака-вреднюка там стоит маленькая. Все время прибегает сюда и меня облаивает. Сейчас, может быть, пока мы тут, придет сообщение о том, что надо забирать овощи. Было бы неплохо. Привет. Пистолет. Ну-ка, расскажи зрителям, почему мы дверь закрыли? От грабителей? От грабителей? Монстры? Зомби? Могут зомби прийти к нам? Да, он может не зомби. А что они нам сделают, зомби? Вот так, укусят. Укусят? Да. И что? Да. Ну, укусят и укусят. Что плохого? Подожди, Лизенька. Я хочу, чтобы Миша мне рассказал. Мы станем зомби. Мы станем зомби. Мы будем ходить ко всем домой и кусать их? Это же весело. Нет, у нас нету мозгов. У нас нету мозгов? Да. У нас есть мозги. Миша. Если мы станем зомби, у нас не будет мозгов? Да. Мишка, так жить проще без мозгов. Да. Ну да, не надо ни о чем думать. Не надо думать, что покушать. Не надо учиться разговаривать. Ничего не надо делать. Муха! Становимся зомби? Вот так делаем, да? Правда, на площадку ходить тоже не получится. Мозгов-то нет? Ты залезть не сможешь. И не получится пузыри пускать. И в море купаться не получится. Можи не будут. Не будут, да. И вкусняшки не едят. Поэтому теперь мы закрываем двери. Да, Миша? Ты вторую забыл. Можи. Можи нужны. Зомби нужны мозги? Да. У тебя есть твои мозги. Мозги. Ой. Так, у меня, наверное, там влог домонтировался. У меня голова болит, и я не знаю, что с этим делать. Уже не первый день. Когда погода плохая, начинает болеть голова. Давление в порядке. Температура немножко сниженная. Что делать? Не знаю. Что мы делаем с Лизой? Я Лизу познакомила с литровой банкой. А ты насыпала в ту кастрюлю желе? Еще нет. Еще нет. Подожди, стой! А ничего, что она кипяченая должна быть? А, да? Ну да. А, ой. Мы же кипятить желе не будем. Давай, наливай в чайник, грей. Только она должна быть холодная. А, она холодная. Кипяченая. А, ты хочешь вот так? Убить в ней микробов, типа? Так. Ну, все, удача не везет. Мы еще до кипения-то доводить не будем, поэтому с чайника воду кипяти и остужай. Да, блин, вы издеваетесь. Ты ко мне на вы? Ну, Лиз, ну нельзя сырую воду. Ты в желе сырую воду засунешь. Она должна быть кипяченая. Там должны сдохнуть все, кто мог выжить. И тут уже не везет. Имей в виду, только кипяток в банку можно наливать только с ложкой. Я опять пью этот колоклянку. А почему так с ложкой? А? Почему так с ложкой? Потому что при переводе резком температуры банка лопнет. Если ты положишь туда металлическую ложку, то часть перепада температуры заберет на себя ложкой и спасет банку. В общем, мы желе делаем молочное. Алакаш, кучу набрали. А завтра наберем еще. Я сегодня 60 баллов в Ашановских заработала. Я по тысячам еще не рассказывала. Поиграла в игру и заработала 60 рублей. А вы так можете? Саша собирается на смену. Сумка не нужна? Я и шлем не взял. Да я шлем-то не проверяю. Я просто вижу, что сумка валяется у кошек. Решила позабыть все о твоей сумке. Нет, когда она у кошек, она валяется. Потому что потом она будет драная. Они решат, что... Она подище кожаная сумка. Ну, и натуральная, в смысле, не кожзам. Поэтому не стоит бросать кошкам. Пока-пока. Он меня сегодня замучил. Встал мне с той ноги и замучил. Вредничал, вредничал. Выбрасывай пакетик сразу, выбрасывай. Учимся дисциплине. Жележки. Купили для жележки вот такие вот контейнеры. Мама, там вреда будет по 200. По 5 рублей. По 250, по 4 рубля. Их не было, да? Их не было, да. Да сегодня вообще какой-то день такой неудачный. Да. Согласна. Привокос. У меня разламывается голова. Я не знаю, что с этим сделать. Я выпила нурофен. Надеюсь, поможем. Сижу, монтирую влоги. И надеюсь, что компьютер не запросит перезагрузки. Иначе я не демонтирую для вас влоги. Потому что Саша ушел на смену. А что делать с голубым экраном, я не знаю. Куда из-за батареи бутылок? Я ошиблась. В смысле? В прямом. Ты купила не те дороже? В том-то и дело, что я которые 200 купила. А давай еще эти, я не знаю, как я их взяла. А эти сколько? Эти 300, по-моему. 350 грамм. Меллитр. Я не знаю, как я это сделала. Аккуратно. А вторую ты замешала в кастрюле? Да. И перемешала все? Да. И у нас не войдет сейчас, да? Не торопись. Нельзя пацкать контейнеры. Медленно, медленно это делай, пожалуйста. В общем, у нас будет очень много желе. Давай я тебе помогу разлить. Нет. Обтирай, пожалуйста, капельку обкрай. Не торопись, ты поливаешь. Это сладкое молоко. По чуть-чуть. Нет. Не целыми. Лиза. Ну ты сейчас упаскаешь все. Я не хочу за тобой убирать. Пожалуйста. Помогаю Лизе немножечко порядок навести. Часть посуды перемыла. Остальное она домоет. Это мой ужин. Три яйца с майонезом. А это Лиза, которая поливает мне морозильный ларь молоком сладким. А мы специально. Не знаю, специально или нет, но ты это сделала. Кромадные порции желе. Немножко меньше. Тридцать девять. Аккуратно, ты льешь мимо. Тридцать девять упаковочек. Ты же сорок купила контейнеров. И один не заполнила. Что ты считаешь? Иногда вычесть проще, чем складывать. Все, давай, вот эту вот кастрюльку я тебе заливаю. Закрывай их, ставь их друг на дружечку. Катя кормит котиков. Куда полез? А я отмыла, я тут все пространство чистенько. Так. Заливаем горячей водичкой. И оставляем Лизе немножко посуды. А, еще Лизе надо бутылки все в пакет сложить, а крышки сложить. Так. Там крышки уже некуда складывать. Сейчас поменяю. Смотрите, набрали. С горочкой прямо. Прямо вообще с горочкой. Так что... Ой-ой-ой, в кого я там врезалась? Кто подошел к маме с краю? Так, а куда я уже один пакет унесла? Я не помню. Я куда-то детский домик унесла. Надо найти. Закрывай ты их уже. Ну, кроссовках даже выстиранным не надо было двигать. еду, Лиза. Ну, так я-то... Уже не трогай сейчас, как у тебя рухнет одежда, туда вообще будет весело. Так, сейчас я на бедокурю. Умеете бедокурить? Нет. Сто процентов не умеете бедокурить, как Света. Так. Все нормально. А могла залить горячей водой весь пол. Мама, значит, все-таки, если бы я не купила вот эти врезала... Не врезала бы, да. Не врезала бы. Ха-ха-ха. Ты в шею идет. Что ты все время пытаешься лечь повыше, а? Непослушное животное. Разделила на два пакетика крышки. Два больших пакета крышек у нас тигра, представляешь? Все едят, понимаешь? Все жрут. А вот ты, бедный страдалец, несчастный, с распушенным хвостом. У меня теперь весы здесь постоянно стоят. Надо в сарае наводить порядок в рабочем. А то не порядок, понимаешь? Так, и вот в этот пакет сложишь бутылки. Сейчас. Бутылки складываем в отдельный пакет, чтобы не занимать в основном мусорном мешке. А то мусорные мешки теперь дорогие. Время 10 вечера практически, понимаешь ли. А Света за рулем. Еду забирать овощи. Так, 1600, мне нужна еще одна сотка. Нету сотки. Так. Ага, овощи, короче, привезли. Вот, буквально полчаса назад. Я вообще про них забыла, что я их жду. И чуть не проворонила. Так, 1700 у меня было. Бабушкины наборы. Одной и второй по 600 рублей. И за 500 рублей картоха. Все, поехали быстрее. Погнали за овощами. Сейчас, короче, надо на тот конец города быстренько сгонять. Забрать овощи. Вам периодически сейчас меня будет видно. Но главное, вам меня хорошо слышно. Вот, а вот везти бабушкам. Потому что они тоже не спят и тоже ждут. Я не могла на завтра никак оставить. Потому что завтра выдача, скорее всего, начнется примерно с 9 утра. А мне завтра, край в 9, надо уже выезжать в Краснодар. Потому что нам перенесли на 12. Было 12.45. Нам перенесли на 12. Занятие у Алены Александровны. Так. Классно. На улице машин практически нет. Гоняй не хочу. Не, ну гонять, конечно, по нашим дорогам нынешним вообще не комильфо. Но доеду, я думаю, быстро. Мне надо быстренько будет выбрать наборы, чтобы максимально хорошие. Вот. Оплатить и чесать бабушкам. Потому что меня дети ждут. Я вообще Мишку должна укладывать сейчас спать. А я не могу его укладывать, потому что я его мотала. Ставила искать. И надеюсь, они там не переругаются. Блин, я, видимо, устала уже. Мне периодически это, знаете, стал бы через дорогу бегать. Ну, вот цветы, блики всякие. И кажется, что человек идет, а человека там нет. Ну, жопчимся обратно. Ну, как мчимся, пытаемся мчаться. Выбрала, на мой взгляд, неплохие наборчики для бабушек. Думаю, они будут довольны. А самое главное, картошечка, которая по 75 рублей, египетская, продается в магазинах. Куплена мною по 50 рублей. Себе 10 килограмм, бабушкам по 5 килограмм такой взяла. Еще там белокочанная. Ну, вроде как свежего урожая. Вот, сейчас привезу, покажу вам у бабушек. Да, сказала, что покажу. И благополучно забыла телефон в машине. Ну, ладно, я тут презентовали морковку и немножко капусты. У мамы было, а она же в этом наборе еще получила. Поэтому поделилась со мной. Кстати, морковка посмотрела. Вот один в один, как Саша сегодня мне приносил, с магнита. Только в магните она по 68, а здесь по 50 нам досталось. Так, все, друзья, товарищи, поехали домой. Пора укладывать Михаила. Еще картошку надо до дома дотащить. Бабушки там копошатся на кухне. Я же всех это общий сбор. Еду к вам. Встречаемся на кухне. Так. Ну, все, поехали. Так, вот моя картошечка. В принципе, мелкие есть, но в небольшом количестве. В основном средняя, крупная. Преимущество, ну да, преимущество за 75 рублей я могла выбрать только крупную. Ну, здесь, как говорится, и мелкая тоже есть. Но ее не так много. Что? Вот это ящичек мама мне отдала. Вот такая же точно морковка им приехала. А это мне мама отдала, которая у нее была. Сейчас мы ее сюда высыпем. И ускоренно поедаем морковь. Так. Капуста. Надо ее куда-то убрать. Миша спит? Нет. Со мной не захотел, поэтому слизи смотрят. Слизи смотрят. Ну, тоже неплохо. Так, все убираем и идем к сыночке. Вот так, выбрасываем. Сейчас, чтобы не по-хорошему еще мусор выбросить. Кто все время мне запачкивает верхнюю крышку? Это ужас какой-то. Ну, у нас нет чайника. А меня, оказывается, чаечек ждет. Очень приятно. Так, пока там Миша с Лизой смотрят ролик, я быстренько смонтирую для вас последний влог. Я тут как раз его делала, когда пришло сообщение про овощи. Овощи. Он мне коротенький получился. За последнее время первый раз такой коротенький. Надо сделать быстренько. Я еще не сплю. Вы еще не спите? Нет. Почему? Он не может без тебя уснуть. Ты не можешь без меня уснуть. Нет. Да ты ж мое желто. Все, сейчас мама. Никому ничего не видно. А? Да ты ж мое желто. Тебе без меня не спится? Совсем? Нет. Вам ничего не видно, но сейчас будет видно. О, вот они мы. Иди сюда. Давай прощаться со зрителями. Пока. Пока. Заходите завтра. Майкали. Лайк тебе поставить надо? А, милый канал. Подписка, лайк. Ага. Говори, подписка. А? Внизу. Внизу. Да. Ага. Скоро он вам начнет свои влоги снимать, да? Ого. Скоро? Завтра к Алене едем? Да. И вас берем с собой. Поэтому заходите завтра обязательно в мою веселую семейку. Солнышко мое. Давай спадки. Ложись на бочок. Пока. Пока. Я буду тебя обнимать. Ложись. И вам, друзья, спокойной ночи. Пусть вам снятся только хорошие сны. Пока.